Потоп в Чикаго. Автомобили под водой. Жители передвигаются по улицам на каяках. В Вашингтоне неизвестные заложили взрывчатку в банке и продуктовом магазине. Контрабандные фейерверки. Власти США просят жителей отказаться от использования пиротехники. Пассажиры вылетали из своих кресел. Подробности ЧП на борту самолета гавайских авиалиний. А также смотрите сегодня. Из Флориды бегут нелегалы. В Калифорнии закрываются отели. Опасные вещества в шампуне и стиральном порошке. Почему половина американцев отказываются от путешествий. Жители Нью-Йорка атакуют лям. И самый длинный круиз на три года. Сколько стоит такое удовольствие? Досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Устраивайтесь поудобнее. Новостей много, как обычно в это время, на YouTube-канале Бюро. Я рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на Бюро. Ну а мы начинаем. Но начинаем мы сегодняшний выпуск с новостей из Мэриланда. В Балтимуре двое неизвестных расстреляли людей на вечеринке. В итоге две девушки 18 и 20 лет погибли. Еще 28 человек получили различные ранения. Стрельба произошла поздно ночью в воскресенье на вечеринке в районе Бруклин в Балтимуре. В основном среди пострадавших были молодые люди. При этом многим из них даже нет 18 лет. Полиция подтвердила, что стрелявших было как минимум двое. Они не задержаны, но и мотив стрельбы пока не ясен. При этом мэр Балтимура Брэндон Скотт обратился к Конгрессу с просьбой наконец-то принять закон, который бы ограничивал продажу оружия в стране. Ну а сейчас смертельная авария в Манхэттене. Там столкнулись два легковых автомобиля. Погибли два человека. Еще четверо доставлены в больницу. ДТП произошло в районе Вашингтон-Хайтс на 179-й улице. По данным полиции, неизвестные угнали Hyundai Elantra и двигались в северном направлении. Ну а на пересечении 179-й улицы Hyundai не заметил джип и на огромной скорости в него влетел. В Elantra погибли два человека. 53-летний водитель джипа был доставлен в больницу Гарлема. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Ну а в Вашингтоне неизвестные заложили взрывчатку в трех разных местах. Примерно в 4.30 утра в воскресенье взрывы прогремели в отделении банка, магазине Nike и продуктовом магазине. Все три теракта были совершены на северо-востоке столицы США. По сообщениям полиции в банке и Nike взрывчатка была заложена снаружи. Ну а в магазин продуктовых товаров неизвестные бросили коктейль Молотова. Видео с камер наблюдения зафиксировало золотистый седан Acura с номерами штата Мэриленд, который, по-видимому, использовался в нападении. Полиции сейчас предлагают уже 20 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти подозреваемых. Власти США призывают всех отказаться от запуска фейерверков и петард в День независимости. Наши многие подписчики уже сообщали, что жители разных американских городов уже сейчас начали отмечать праздник, запуская фейерверки. Но вот важно помнить, что очень часто в США продают некачественную пиротехнику. Именно поэтому каждый год в начале июля в больницы с различными травмами попадают пострадавшие. Все они используют контрабандную пиротехнику. Так что сто раз подумайте, если вы собираетесь лично запускать фейерверк. Ну а вот на юго-западе США специалисты даже советуют заменить петарды и фейерверки чем-то другим. Можно, например, использовать световые палочки или так называемую аэрозольную нить. В общем, в любом случае будьте осторожны. Ну а если из-за фейерверков вы не можете заснуть, то жалобы принимают в службе 3.1.1. По всей территории США в преддверии 4 июля люди страдают от природных катаклизмов. В Чикаго из-за проливных ливней даже пришлось отложить известную автогонку Наскар. Суровая погода охватила большую часть США и от Нью-Йорка и Пенсильвании до Арканзаса. Вот в Миссури 33-летняя женщина погибла, когда на ее машину упало дерево. Также разрушительный ветер, крупный град и торнадо бушевали в Филадельфии, Балтиморе и Северной Каролине. Ну а жители южных штатов тем временем пытаются спастись от экстремальной жары. В некоторых районах Флориды, Алабама, Луизианы, Техаса, Аризоны и Калифорнии были зафиксированы рекордные показатели. По данным Национальной метеорологической службы, в международном аэропорту Феникса температура поднялась до плюс 46 градусов по Цельсию. Ну а в Национальном парке Долины Смерти в Калифорнии в воскресенье было по меньшей мере 49 градусов. Из-за жары погибли уже 18 человек. Большинство погибших – это жители Техаса. Ну пожалуйста, напишите в комментариях, что у вас сейчас происходит с погодой. Так всем нашим зрителям будет понятно, от каких может быть поездок сейчас лучше всего отказаться. И вот больше всего в этих погодных катаклизмах досталось, пожалуй, Чикаго. Из-за проливных дождей город ушел под воду. Прежде всего пострадали автовладельцы. Некоторые машины ушли под воду с крышей. Жители Чикаго даже были вынуждены передвигаться по городу на каяках. Чтобы хоть как-то уменьшить уровень воды на улицах, специалистам пришлось менять направление течения реки, падающей в озеро Мичиган. Из-за проливных дождей многие водоемы уже заражены бактериями. Так что будьте осторожнее. Кстати, еще в начале 20 века инженеры изменили направление течения реки, чтобы обеспечить поступление питьевой воды в Чикаго из озера. Ну вот после этого сбросы паводковых вод в Мичиган происходили редко. Но теперь чиновникам пришлось пойти и на этот шаг, чтобы хоть как-то защитить город, который буквально погружался под воду. Но если вы нас смотрите в Чикаго, то пишите в комментариях, пострадал ли в результате наводнения ваш район. Другим темам спасибо, что смотрите нас. Не забывайте ставить лайк этому видео. Самолет гавайских авиалиний попал в такую сильную турбулентность, что пассажиров выбросило из своих мест. Рейс направлялся из Гонолулу в австралийский Сидней. Спустя 5 часов из 11-часового полета самолет начало трясти настолько, что в салоне выпали кислородные маски. Пассажиры начали в панике вскакивать со своих мест. В итоге их разбросало по салону. Многие получили травму различной степени тяжести. В Сиднее самолет, на котором находились 163 пассажира и 12 членов экипажа, встретили аварийные службы. Трое пассажиров были доставлены в больницу. И вот, по словам представителей авиакомпании, перед обратным вылетом специалисты проверили дополнительный лайнер, и никаких неисправностей найдено не было. В Северной Каролине парк развлечений закрыл американские горки, после того, как один из посетителей обнаружил трещину в опорной стойке аттракциона. Представитель компании, которая владеет парком, заявил, что команда техобслуживания сейчас проводит осмотр горок и в случае необходимости будет их ремонтировать. На сайте парка, кстати, написано, что эти американские горки – самые высокие и быстрые в Северной Америке. Во Флориде вступил в силу иммиграционный закон, который уже вызвал целую волну протестов. Теперь в штате не будут признавать водительские права, выданные нелегальным иммигрантам из других штатов. За ввоз нелегалов и их трудоустройство будет грозить уголовная ответственность. А вот больницы, получающие средства Medicaid, должны будут проверять иммиграционный статус пациентов. Из-за нового пакета законов рабочие иммигранты уже массово уезжают из Флориды. Что может стать проблемой для штата, так как по оценкам Института политики Флориды почти 10% рабочих в самых трудоемких отраслях не имеют документов. Больше всего нелегалов работают в сельском хозяйстве и туристической индустрии. Но вот таким образом губернатор Флориды Ронди Сантис решил бороться с нелегальной иммиграцией. Кстати, вы его поддерживаете? Напишите свое мнение в комментариях. Ну а в Калифорнии бастуют сотрудники отелей. Более 15 тысяч работников гостиниц уже второй день не выходят на работу. Все они требуют повысить заработную плату и предоставить хоть какие-то льготы. Активисты также обещают не выйти на работу и завтра, то есть 4 июля. А это один из самых загруженных праздников для отельного бизнеса. Всего забастовка затронула 65 крупных отелей в Лос-Анджелесе и окрестностях. Среди них такие гиганты индустрии, как Hilton, Marriott, Four Seasons и другие. Требования бастующих на самом деле простые. Это повышение зарплаты, медицинские страховки и пенсии. Они настаивают на том, что жизнь в Лос-Анджелесе чрезвычайно подорожала за последнее время. Вот сотрудники отелей больше не могут себе ничего позволить. Не снять жилье, не купить продукты. На данный момент бастующим не удалось договориться с ассоциацией отелей Лос-Анджелеса, которая представляет большинство гостиниц в Калифорнии. А в Джорджии родители подали в суд на местные власти после того, как в штате вступил в силу закон, запрещающий гендерную терапию для подростков. По новым правилам, которые уже вступили в силу, несовершеннолетние в штате теперь не могут проходить большинство операций по подтверждению пола и гормональную терапию. Против закона выступили четыре семьи, которые подали иск с требованием позволить им принимать важные решения в отношении медицинского обслуживания своих детей. Семьи подали иск анонимно. Известно только, что у них всех есть дети до 12 лет, которые, по словам родителей, нуждаются в гормональной терапии, потому что у них диагностированы гендерные расстройства. По словам родителей, отсутствие лечения может вызвать у детей депрессию и даже привести к суицидам. Слушание по этому иску назначено на 5 июля. Ученые обнаружили опасные вещества в товарах, которыми мы пользуемся каждый день. По данным New York Times, более 100 видов обычных потребительских товаров содержат химические вещества, которые могут вызвать рак или проблемы с репродуктивной функцией. Среди них лак для ногтей, шампунь, лосьон, мыло, чистящие средства, стиральный порошок и средства для мытья посуды. Больше всего опасных веществ нашли в продуктах, которые использовались на фабриках, таких как клей, обезжириватели, смазочные материалы и герметики. Одним из самых опасных химических веществ, найденных в косметике, был диэталамин. Это канцерогены, которые запрещены к использованию в косметике в Канаде и Евросоюзе. Его нашли в 40 продуктах личной гигиены и чистящих средствах. Вторым в списке опасных продуктов стал формальдегид. Он был замечен в воздухе в маникюрных салонах. Дети и беременные женщины особенно уязвимы к этим химическим веществам. По словам исследователей, один из способов ограничить воздействие некоторых из этих химических веществ – это выбирать товары для дома и личной гигиены, не содержащие отдушек. Нравятся или не нравятся вам наши новости? Все равно, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Таким образом работают алгоритмы YouTube и таким образом еще больше людей смогут нас увидеть. Мы продолжаем. 40-летние жители США предпочитают жить одним. К такому выводу пришли в исследовательском центре Пьюм. Там проанализировали данные Бюро переписи населения. Так, результаты показали, что 25% 40-летних людей в стране никогда не были женаты. Для сравнения, в 2010-м таких людей было всего 20%, ну а в 1980-м вообще 6%. Согласно данным, доля мужчин, никогда не состоявших в браке, выше, чем женщин. Ну а 40-летние чернокожие, жители США гораздо чаще, никогда не вступали в брак, чем 40-летние латиноамериканцы, белые или азиаты. Образование также, по-видимому, играет в этом важную роль. Чаще всего женятся люди, окончившие колледжи и университеты, чем тем, кто не получил высшее образование. Половина американцев отказываются от путешествий во время отпуска. Как отмечает издание Newsweek, почти 50% опрошенных заявили, что они не поедут никуда в ближайшие месяцы из-за высокой стоимости жизни. Всего в опросе приняли участие около 1500 взрослых американцев. Большинство из них заявили, что поехали бы путешествия, если бы цены были ниже. Только 12% респондентов собрались ехать за границу, ну а 31% планировали путешествия внутри страны. В то время как в Европе работники обязаны брать отпуск, США нет таких правил. Поэтому все больше людей вовсе отказываются от отпуска. При этом работники с более низкими доходами обычно берут меньше отпусков. В Мичигане водителям запретили прикасаться к мобильным телефонам. Исключение составляет звонок или текстовое сообщение в службу 911 в случае чрезвычайной ситуации. Во время остановки на красный свет светофора или на знак «Стоп» также не разрешено прикасаться к гаджету. Штраф в случае первого нарушения составит 100 долларов. Второе нарушение для жителей Мичигана предусматривает штраф в размере 250 долларов. Ну а на третий раз нарушитель должен будет пройти курс повышения квалификации вождения. Во время движения телефоном можно пользоваться только с помощью голосовых команд. Аналогичные законы приняты во множестве штатов, включая Аризону, Иллинойс, Калифорнию, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Ну понятно, что водители нарушают этот закон. Кстати, вы хотя бы раз пользовались телефоном за рулем? Буду ждать ваших комментариев под этим видео. В Нью-Йорке установят контейнеры для посылок. Этим летом в городе запустят пилотную программу, в рамках которой на городских улицах будут установлены локеры для посылок. Как заявили в Департаменте транспорта, цель программы Locker NYC – свести к минимуму кражи и сократить количество поездок машин доставки по узким городским улицам. Всего по городу установят 15 таких точек, откуда люди смогут забирать посылки круглосуточно. Контейнеры будут оборудованы двумя камерами, светодиодами, освещением и противоугонным механизмом. Проблема краж достаточно актуальна в городе. Каждый день Нью-Йорки крадут или теряют в пути 90 тысяч посылок. Где именно будут установлены локеры, чиновники пока не решили. Ну и жители Нью-Йорка атакуют лям. Многие жители мегаполиса стали жаловаться на нашествие насекомых в городе. Эксперты, правда, уже поспешили успокоить горожан. По их данным, тля хоть и опасна для сельского хозяйства, но никакого прямого вреда людям нанести не может. Однако экологи пока не нашли ответа, почему же в городе с такой скоростью распространяются именно вот эти насекомые. Турецкая круизная компания впервые представила лайнер, который отправится в трехлетний круиз. Корабль «Эмбиларом» будет спущен на воду 1 ноября 2023 года. Его спуск будет приурочен к столетию основания Турции. На корабле есть бизнес-центр с отдельными офисами для путешественников, работающих удаленно, сигарные и винные бары, круглосуточная больница, серия лекционных залов и многое другое. За время трехлетнего круиза пассажиры лайнера посетят 382 порта в 148 странах, включая континент Антарктиды. Маршрут, который уже назвали самым длинным путешествием в мире, также включает посещение 13 чудес света и многих объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Стоимость билетов на круиз будет стартовать от 38 тысяч долларов. На сегодня все. Всех наших подписчиков и зрителей я поздравляю с наступающим Днем Независимости. Ну и благодарю каждого из вас, кто смотрит наши выпуски и оставляет здесь комментарии. Вот уже больше года мы рассказываем о том, что на самом деле происходит в Америке. Я буду рад, если вы сможете поддержать нашу работу. Разовый донат через функцию «Суперспасибо» доступен прямо здесь, в Ютубе. Все подробности вы найдете в описании к этому выпуску. А еще вы всегда можете написать мне, здесь в ленте комментариев или прямо на почту, адрес которой сейчас видите на своих экранах. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо за лайки. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok